так у нас на ремонте skoda octavia tour и проблема с сигнализацией не не открывает дверь то есть смотрите я сейчас ставлю на сигнализацию встала но когда я открываю пики происходят не поднимается причем так такая ситуация что я открываю с этой стороны не срабатывают замки а если я открываю центральным замком с этой стороны то все открываются хотя раньше немного до этого и с этой стороны срабатывал причем сам привод этой двери работает точно потому что если сесть в машину вставить замок ключ зажигания то вот центральный замок полностью отрабатывает причем смотрите бывает он закрывается но закрывается но потом возвращается здесь закрывается возвращается а здесь вот как-то так через раз если его насильно опущу то в следующий раз он уже будет следующий раз может уже и закрываться но сам принцип привод работает все четыре привода все работают но этот тоже но из-за того что да возможно датчик открытия двери не срабатывает а он не срабатывает смотрите если я открыл допустим пассажирскую вот эту дверь открываю то у меня загорается датчик открытия двери а если я открываю водительскую дверь не загорается датчик открытия двери и ситуация такая что сигнализация раньше при открытии он не с первого раза с первого раз не открывает потом снова ставлю на сигнализацию второй раз открываю открывается все потом нормально работает но сейчас уже полностью не могу открыть двери во всяком случае сигнализации но захожу потом сюда на пассажирскую дверь и открываю центрального замка ключом что будем делать будем снимать карту дверей здесь все несложно собственно единственное что если у вас не получается это вы значит забыли открыть вот эту часть вот здесь вот есть строка ее нужно вытащить она не просто снимается на защелках я просто нужно туда вытолкнуть и если эту вытолкните то тогда сама ручка поднимается вверх тоже на защелках ну а также есть у нас еще вот здесь два бинта у нас есть еще вот здесь винты которые под шестигранник это все нужно открутить но а после того как ручку открутим там еще будет под ручкой три винта поэтому начинаем откручивать винты так я открутил винты по всему периметру тут два там два снизу три и и теперь необходимо еще открутить вот снять ручку но для этого нужно вот не постесняться выковырять эту ставку без нее никак и после этого она начинает сниматься с клипсом снимать снимается тоже нужно аккуратно но не бояться необходимо поднимать поднимать и она будет ущелкиваться с клипсом никаких инструментов в принципе не нужно руками поддеваем просто я одной рукой снимаю второй мог бы помочь но когда сняли с клипсом теперь нужно отсоединить фишку до этого вот сюда нажимаем и вытаскиваем в общем то это мы сделали и вот здесь есть таких три винта крепких которые тоже нужно большой крестовой отверткой открутить и после этого карта начнет запросто сниматься и так я открутил эти три винта и теперь карта вот просто начинает вот такие движения делать чтобы поднять вверх нужно снять динамику верхней просто он так отщелкивается и тогда он ну и можем сразу его отстегнуть нажимаем неудобно поэтому наверное не будет значит что необходимо нужно перекинуть через этот рычаг вверх поэтому у нас она отодвигается и мы аккуратно аккуратно подвигаем вверх чтобы фишка сдвинулась сейчас посмотрим значит я снял что мешало смотрите вот сюда вот сюда в этот паз вставлен этот борт и он там плотно стоит поэтому мне пришлось так как-то рукой внутрь чтобы ничего не отломать можно и тянуть вверх но я побоялся что отломают и что-то внутрь залез и из внутренней стороны как-то поддел рукой толкнул чтобы оно здесь вышло и начал выходить теперь что необходимо делать это подсоединять шлейфы провода вот отсюда например разъем нужно отсоединить потом еще нужно отсоединить разъем от вот этого светодиода вот он здесь у нас находится разъем вот собственно и все эти два разъема отсоединяем и тогда карта снимается одной рукой сложно и снимать ну собственно разъем здесь просто вот на нажимаете на эту на этот флажок и снимать единственное что еще осталось это вот тросик здесь есть крючочек ну чисто крючочек просто крючочек снять никакого труда просто снять крючочек с ручки открывали ну все карту мы сняли но карта это еще не все здесь у нас есть защита которую тоже нужно снять она уже снималась здесь ее разрезать разрезали и склеивали скотчем чтобы скотч можно сразу поснимать кто-то перед этим просто отрывал скотч снимаем убираем защиту ну собственно и что нам нужно скорее всего может понадобиться вот этот блок это блок комфорта возможно понадобится какие-то провода с него ну вообще-то нам нужен замок поэтому вот ради замка мы сюда прилезли почему потому что в замке не работа судя по всему не работают микро переключатель для того чтобы его открутить откручиваем вот здесь здесь у нас 16 12 граммная отвертка ключ и нужно будет каким-то образом открутить честно говоря я про него забыл и сейчас нужно этот вопрос решить с собой прямо у меня нет такого ключа значит я все-таки снял по отсоединял везде скотч и снял эту защиту мне будет удобней провода просматривать здесь на снял вот эту гофру для того не сняла просто отсоединил для того чтобы просмотреть провода не переломан или здесь понятно что смотрите здесь вот есть стандартные штатные а вот есть два которая видимо как я везде смотрел по идут от сигнализации значит не знаю если посмотреть мне кажется здесь смотрите получается идет синий с полосочкой и зеленый с полосочкой но и вот как-то полосочка вроде бы белая а а до конца а если посмотреть тут есть некоторые может быть придется поменять этот провод вот он приходит вот сюда и соединяется со штатными желтым бело-желтым и черно-желтым и это скорее всего управление на привод плюс минус минус плюс открывание закрывание ну сейчас это можно проверить но суть даже знаете в чем в том что я когда поковырялся здесь помял провода здесь помял провода теперь я закрываю дверь и у меня сигнализации начала сработать закрывается с первого раза не открывается а со второго пожалуйста все открывается то есть вот проблема в ну а значит собственно я уже половина проблемы решил то есть есть какая-то проблема утери контакт или здесь или там посмотрю там есть разрыв или нет посмотрю как здесь соединена на пайку или просто на скрутку сейчас как раз этим займусь если просто скрутка то принесу паяльник спаяю и проверю если четкая потому что здесь я вижу смотрите провод сине-черный зелено-черный здесь я его вижу как сине-белый зелено-белый получается здесь где-то есть соединение само соединение это не гуд нужно цельный провод провести ну и сейчас буду решать этот вопрос что делать ну половина проблемы я уже решил уже если ничего не трогать то уже будет работать сигнализация во всяком случае видимая проблема решена но все равно не будет работать датчик закрытия открытия двери чтобы его чтобы он работал нужно снять замок и решить проблему с замком потому что вот сейчас дверь открыта не показывает на вот здесь нету значка открытия двери но раз я уже разобрал то скорее всего в него полезу и буду решать проблему с микро переключателями скорее всего там есть проблема ну что же я тут разворотил половину машину и поэтому хочу пояснить причину значит вскрыл я здесь провода которые идут от сигнализации к открыванию дверей и они здесь просто скручены не на пайке что нужно исправить но смотрите здесь мое предположение было правильным здесь синий зеленый с черной полосочкой вот здесь синий зеленый с белой полосочкой и если вытянуть видно что здесь есть соединение прямо в дверях что не есть хорошо нужно сделать значит чтобы увидеть чтобы не подпаиваться здесь в дверях это чревато потому что по какой причине вместе пайки будет жесткий твердое соединение но он будет жесткий на стыке жесткого и мягкого мягкий будет гнуться и перегибаться ну и тут уже изоляция есть немножко разорванная нужно менять этот кабель и его нужно поменять отсюда через дверь туда принципе это несложно если сюда прикрепить провода и потянуть но куда потянуть здесь я вот разобрал панель как разбирается панель вот это ну собственно тут есть сложно есть несложно но во первых нужно открутить все винтики которые вы видите видите вы вот винтики со стороны все винты со предохранители здесь нужно открутить потом тут один винт вот здесь вот получается еще два винта внизу которые крепятся под этой панели и один невидный винт вот здесь под переключателем света здесь невидный винт на его для этого нужно снять переключатель света вот этот переключатель света он снимается просто вытягивается наружу от отщелкивается но когда будете ощелкивать смотрите же значит клипса вот здесь посредине вот здесь посредине и точно также внизу причем это еще отщелкивается нормально а это сложно туда на что-то запускать тоненькая чтобы назад нажать на вот эту вот на вот этот флажок видите какой и тогда тогда он отпускается непростая задача но если нажать он выкладывается ну а снять с разъема тоже тут два разъема вот этих и и снимается что я еще дальше сделал чтобы добраться но бог предохранителей от вот этой штуки просто снимается вот этой защелки это не проблема а дальше идет предохранители которые вот нужно убрать и тогда появляется доступ к проводам у меня сигнализация вот здесь находится туда вверх подняли поэтому поэтому я сюда и залез если у вас сигнализация в другом месте конечно получится все по-другому вот у меня она оказалась здесь здесь блок предохранителей и вот здесь вот он на винтиках одна гайка и вторая и блок предохранителей и реле опустил вниз открутил здесь и появился доступ к проводам и вот эти провода идут у меня через блок через два предохранителя менять их я не буду здесь прямо подпаяюсь значит у меня выходит синий белый зеленый белый и вот он до сюда доходит а тут уже спаян на другие провода я хочу чтоб спайка была где-то здесь она не перегибает не будет перегибаться постоянно в дверях ну и она здесь будет в доступе и и хотя бы буду видеть и поэтому мне нужно вот сантиметров два куска по 60 сантиметров спаяю здесь обмотаю изолентой точно также проведу сюда ну и постараюсь еще и здесь изолентой немного затянуть чтобы для какой причины чтобы эти два провода отдельно не терпались а когда они в жгуте жгут делает всю косу более жесткой и она меньше терпается они друг друга будут держать как в веники отдельные полосочки друг друга держит ну и подпаяюсь соединение пайкой сделал здесь чтобы уже в следующий раз не возвращаться к этой проблеме но это я решил проблему с открыванием закрыванием от из сигнализации ну и потом уже перейду на проблему самого замка а сейчас решаю хочу решить вопрос с проводами отсоединяю здесь вот так вот провод отсоединяется здесь раз изолировали но единственное что пока вот здесь надо временно за изолировать ничего не замкнуть и не спалить центральный замок как же поменять провода собственно это несложно я вот взял два других провода это автомобильная провода из какой-то косы старых бушных автомобильных проводов это вот старые два провода я к ним изолентой приматываю два новых я их уже в изоленту вмотал чтобы они там стояли в изоленте изолентой приматываю и теперь чтобы они стали в тут туда же протягиваю вытягиваю с внутренней стороны и оно само его туда затягивает и теперь у меня провода будут там же но новые ну собственно все дальше я здесь еще немножко домотаю а здесь теперь дальше их размотать для удобства теперь я изоленту снимаю и и именно эту там где я сматывал и припаиваю пропаяю соединение сделаю на пайке не на скрутке а на пайке так будет надежней вот это старые провода это новые тут прямо возле прямо возле блока предохранителей сейчас отрежу за 1 оголю провода и припаяю вот эти провода туда но сначала соединю на скрутке и проверю потому что я честно говоря отсоединил и забыл посмотреть куда какой идет здесь у меня есть белый черный вот я как раз белый здесь подсоединю как вот так или вот так я честно говоря не запомнил пультом начну открывать при открывании должно открывать при закрывании закрывать иначе если вы перепутаете будет наоборот при закрывании открывать при открывании закрывать но это вы проверите если перепутали потом переставлю и уже когда проверю пропаяю пропаивать я буду таким хорошим паяльником 100 ватным просто туда немножко намотал и если это паяльник достаточно мощный то он хорошо пропаивает провода потому что меч от дача тепла большая собственно все теперь это соединение надежная я не буду подозревать а вдруг что-то произошло вдруг она там окислилась все теперь что я сделаю я заизолирую заизолирую саму скрутку но саму спайку и вот здесь тоже возьму и изолентой промотаю чтобы не было вот такого дребезга в стыке жесткого и мягкого провода здесь вот жесткая и вот здесь как если будет с одной стороны скрутка в какой-то степени улучшает но уменьшает вероятность поломаться но если я вот это вот заизолирую место вместе то общий такой косой будет меньше вибрации ну собственно и все то же самое сделаю вот здесь только единственное что я сначала соединю их без разницы можно соединять так можно соединять так только неправильно соединить неправильно будет реагировать сейчас скручу попробую если неправильно скрутил то скручу наоборот и тоже пропаяю дальше показывать принципе не буду спаиваю ставлю провода и собираю все на место все вот эти требуху сюда я уже залазить не буду проблему я нашел где-то на стыках был плохой контакт или здесь на стыке или здесь на стыке был плохой контакт и он меня мучил то включал то не включал ну а проблему с концевиками решать я еще буду замок впереди вот уже переходим к тому чтобы снять сам замок для этого понятно что здесь можно отсоединить я отсоединил штангу вот эту просто ее если сильно вправо потянуть то она выходит из зацепления нужно открутить вот эти два болта здесь 12-гранные болты 12-гранная звездочка на 8 обратите на это внимание но все не так просто так просто не не выходит вот здесь еще две пробки есть и там два болта которые тоже нужно открутить но их открутить нужно не полностью они там должны остаться но иначе потом придется попадать значит в нижнем так чтобы было видно в нижнем это вот звездочка причем у меня написано в это 15 не знаю как это может быть разные системы и вот нужно туда попасть именно она тонкая поэтому тут еще попробуй попали попал и я откручиваю откручивать сначала пшикнул туда смазкой потому что сначала не пошло плотно и видите отверстие маленькое туда не каждая отверточка подходит с большого набора упирается здесь на длиннее но зажал с отверточки не пошло пришлось зажать ключиком и аккуратно но сначала я пару раз пшикал туда раскислителем каким-нибудь вы даже типа в дышке мы все откручиваем здесь единственный момент в чем может быть вопрос в том что вот там пока оставляю на месте чтобы она не выкрутилась вот здесь принципе тоже должен быть такой же 6 звездочка а у меня там оказалась крестовая отвертка там чисто крест под крест обыкновенная под крестовую отвертку и я открутил обыкновенной крестовой отверткой тоже здесь открутил это же ну как бы оставил там что необходимо сделать это вот вытащить личинку вместе с вот этой частью она может не поддаваться потому что там нужно чем-то поддевать желательно пластиковым если пойдет если не пойдет сюда подкладываем пластик и отверткой помогаем нежно потому что это пластиковая может сломаться туда-сюда расхаживаем пшикаем в дышкой и сейчас будем расхаживать у меня пошло почти сразу отверточкой подставил бумажку отверточкой чуть толкнул и в общем то она пошла это немного удивительно смотря как закисло и вот я вытащил эту часть зачем мы это делаем чтобы освободить тросик вот здесь есть тросик который мешает сейчас покажу вот этот вот тросик и он вместе с такой с набалдачником светленьким посредине его нужно вытащить и толкнуть туда и тогда мы сможем замок забрать потому что вот этот тросик мешает просто вытаскивается и вытаскивается и толкается туда в середину как только я тот тросик отцепил все теперь замок упал и можно его доставать единственное что вот здесь вот у меня планка мешает это планка направляющая стеклоподъемка я ее открутил в двух местах и вот немножко ее отодвигаю и тогда замок выходит ну и все собственно нужно теперь отсоединить фишку толкаем назад не тянем а толкаем нажимаем на флажок и тогда он отсоединяется когда нажимаете он тогда легче отсоединяется тогда нажимаем флажок и уже теперь такой крепкий флажок окислений тут нет собственно все нам нужно залезть вот в эту часть здесь плата с переключательными откручивается он с этой стороны но как бы все непросто поэтому сейчас будем разъединять сначала вот эту часть открутить снять и тогда появится возможность эту часть снять потому что здесь некоторые железяки так вот этот тросик который нас держал ну переходим уже к домашней части где мы будем разбирать паять и решать проблему конец дело недалеко переходим к разборке самого замка чтобы его разобрать нам нужно открутить два винта нужно две клипсы расщелкнуть значит винты один винт крепежный вот здесь под крестовую отвертку и один вот здесь под звездочку и нужно снять одну пружину вот вот эту пружину захватываем и вытаскиваем метод фиксации разный просто его выбираем она вытаскивается все теперь он уже начинает разниматься но вот этот рычаг мешает пластику поэтому рычаг заводим вот сюда он уже может выходить и здесь у нас вот клипса такой защелочка раз выбираем одну здесь защелочку и одна вот здесь тоже мешает разнимать и вот так все раз разнимается на две части механика нас не интересует ее можно там продукт щеточкой там почистить от пыли можно даже пшикнуть потом будет на пружинке разные в дешкой типа в дешкой смазкой нас интересует электрическая часть вот здесь она находится откручиваем ее с этой стороны и снимаем эту крышку для доступа к электрической части подбираем ключик отверточку звездочку шестигранную и откручиваем винтики я открутил винтики и теперь появилась возможность открыть еще надо открыть чтобы ничего не потерять наверное вот так лучше вот так ну тут все в хорошем состоянии но в том смысле что состояние имеется ввиду пыли никакой ничего нет все очень так в хорошем состоянии и нас интересуют какие-то микро переключатели которые уже теперь не срабатывают какие но будем сейчас смотреть мне кажется что очень даже срабатывают вот это так посмотрим как она срабатывает и но почему-то сюда не доходит возможно здесь есть по пропайке трудности трещины но сейчас будем смотреть так и посмотрел вроде бы все нормально с самими переключателями но посмотрите вот этот контакт который посредине я сейчас покажу как он шевелится будут шевелить разъем и вы увидите что в нем есть серьезная проблема сейчас попытаюсь сфокусироваться вот так и если я его конечно шатается если я его шатаю то вот наверное вот так вот будет видно что он там шатается внутри видите значит полностью кольцовой обрыв о чем это говорит о том что нужно он весь в лаке сейчас придется лак немножко зачистить и пропаять вот эту всю конструкцию но сами микро переключатели мне нравится и мне кажется что их менять не нужно хотя я к этому уже подготовился правда не очень и думал что я буду менять микро переключатели даже куплю как я вижу немножко не такие как мне бы хотелось без заворота здесь он с поворотом а у меня просто прямые но это я уже мог но мне кажется они все очень даже выглядят неплохо во всяком случае на вид на счет работает не знаю мне кажется вот эти пуптики немножко получше чем вот эти пуптики сточились они они или нет я не могу сказать но сейчас будем определять срабатывает не срабатывает но для начала нужно пропаять полностью этот разъем еще посмотрю как там дело с остальным но разъем точно разболтан вес на нем большой вибрация есть и вот эти шесть контактов разболтались но я увидел только один остальные тоже пропаяли что же я обратил внимание что у меня на двух контактах на этом и на этом разболтаны этот вроде целый был но я пропаял 3 но эти совсем целые как мне видится поэтому вот но эти три пропаял и теперь я думаю что все будет работать потому что вот этот контакт это как раз контакт отсюда а это вот закрытие двери собственно он не работал контакт закрытия двери ну и вот еще один вот там какого-то из контактов других микро переключателей тоже не работал но во всяком случае был то подавался сигнал то нет иногда он срабатывал но кстати иногда и датчик открытия двери срабатывал иногда бывало зимой что открыл дверь а загорелся датчик открытия двери пару раз буквально а потом снова переставал гореть поэтому ну вот как видим я думал вопрос вот переключать микро переключателях обратите внимание что значит если вы будете если у вас проблема с микро переключателями вот такие микро переключатели продаются на алиэкспресс я купил причем купил специально с вот этой планкой чтобы не стачивались но смотрите все правильно я заказал с вот этими под крепления планки выступы но там есть вот с такими разъемами а есть загнутыми и вот как мне показалось здесь как раз нужно было с загнутыми заказать а я заказал незагнутые поэтому обратите на это внимание мне не понадобились но если вам нужны то не перепутайте конечно можно обойтись подпаять дополнительную дополнительный контакт какой-то выйти из положения можно но сам я специально заказал вот с этой планки чтобы нажимая нажимал через планочку и тогда точно вот этот контакт не будет стачиваться ну так на этом заканчивается моя история с замком сейчас потихонечку все ставлю назад если нужно что-то смазать смазываю ну а так в принципе буду продвигаться к тому чтобы собрать замок и поставить назад и проверить все ли работает ну что же уже вечер я закончил собирать приходится подсвечивать фонарем все собрал и собственно это все помогло правильное решение было пропаять и не менять микроки закрываю дверь сейчас показываю теперь закрываю закрылась с первого раза да ну и с первого раза открылась ну как бы проблем нет кроме того появилось на панели открытия открываю появился значок открытия дверей именно темно именно водительской потому что остальные работы закрываю тухнет ну простите что темно но однако все работает и так вы можете повторять трудности определенные есть но в основном с тем чтобы ничего не не сломать нужно делать аккуратно смотреть видео как снимать одну деталь вторую ну а так повторяйте и как видим дело конечно в том что в подготовке и к восичилости и самостоятельно можно решать проблему закрываем все срабатывает поэтому никаких проблем не возникает повторяйте вот так